Эфир телеканала ННТ продолжает новости Дагестан в студии Зухра Алиева. Здравствуйте и вот о чем мы расскажем в выпуске. О событиях 44-го она знает лучше всех. Школьница из Дагестана Фатима Шенгарова одержала победу в полуфинале телевизионной олимпиады «Умники и умницы». Бесценное вековое наследство. Сегодня отмечается Международный день родного языка. Насколько им владеют дагестанцы мы узнали на улицах Махачкалы. Две золотые, одна серебряная и две бронзовые медали. В Дагестан из Румынии вернулись триумфаторы чемпионата Европы по вольной борьбе. Дагестан вошел в тройку регионов с самым значительным дефицитом трудовых ресурсов. Такие данные приводит аналитическая компания «Финэкспертиза». В соответствии с отчетом на одного обратившегося в центры занятости приходится всего 0,2 открытые вакансии. Эксперты объясняют большую нехватку рабочих мест в регионе с высокой долей занятых лиц в неформальном секторе, в малых предприятиях, семейных бизнесах и сезонной подработке. Экономика остро нуждается прежде всего и в квалифицированных специалистах. Школьница из Дагестана Фатима Шенгарова одержала победу в полуфинале телевизионной олимпиады «Умники и умницы». Он состоялся в Москве с 14 по 17 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского Миноборнауки. Фатима Шенгарова – ученица 11 класса школы номер 20 города Дербент. Она стала первой в истории игры представительницей Дагестана, которая вышла в финал. На этот раз интеллектуальное состязание проходило на тему «1944 год в мире. Встреча вторая». Как рассказала сама Фатима, такого результата она добилась благодаря помощи своей учительнице, которая привила в ней любовь к истории и, конечно же, поддержке родителей. Очень сильно мне помогала мама. Я прям ее очень сильно люблю. Она мне внушила, что я все смогу, по воле Аллаха, и у меня все получилось. И мой отец также. Они очень сильно мне помогали, что я безмерно благодарна. Она с пятого класса. Я всегда ее отмечала как одну из лучших учениц, которая любит, понимает, знает историю. А когда она стала участвовать в этой игре, я поняла, что выбор сделан правильный, что она очень сильная, духом девочка. Она всего добьется. «Умники и умницы» – это Всероссийская гуманитарная олимпиада, которая выходит на Первом канале с 1992 года и является телеверсией конкурса поступления в МГИМО. Финал игры, участие в котором примет Фатима, состоится в российской столице через два месяца. Ежегодно 21 февраля отмечается Международный день родного языка. Он был утвержден на Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1999 году и отмечается во всем мире. Дагестан же является самой многонациональной республикой России. Здесь насчитывается 14 языков, которым придали государственный статус. Мы решили провести опрос на улицах Махачкалы и узнать, насколько жители республики владеют своим родным языком. «Знаете ли вы свой родной язык? Если знаете, скажите, что пожелаете, что есть в публике». «Знаете ли вы свой родной язык?» «Скажите, пожалуйста, знаете ли вы свой родной язык?» «Да». «Какой он у вас?» «Кабардинский». «Можете что-то пожелать в целом? Можно народ Дагестана, можно в принципе для России пожелать?» «В общем, мой лозунг, это называется «Кто хорошо работает, тот хорошо и есть». «Вы знаете свой родной язык?» «Да». «Если знаете, скажите, что-нибудь пожелаете, что-нибудь в публике, но в своем родном языке». «Шибхаглиб». «Сорган Ухтал сял, рукини». «Канхи гукини». «Газукини». «Синьшанечек гукини». «Воон на Лахском скажу». «Не тыл, маз, кунну беканахин сар. Суксайчик из Савухурчегу мавачу». Уже у Ухурча кинсаганан нитибас куннувикан. Цена уже из Сан-Туран кауми требуется нитильмаз. Цена уже чьи в Савчурб Ухурча гу, уже рассматривала тибур. Нитильмаз. Дахья работа. Нитильмаз. А если можно перевод тоже? Я говорю, не забывайте язык, лакский язык. Уже даже маленькие пацаны уже знают русский язык, но не разговариваю на родном языке. Русское, я его знаю. Мир, благополучие нашей стране, нашему народу, чтобы все жили дружно. Скажите, пожалуйста, вы знаете свой родной язык? Да, я знаю, я табасранец. Узу из народа, дагестанский. Салам ахоп тураза. Дагестан народ, салам алейкум. Что вы можете пожелать народу Дагестана, России в целом, людям? Что хорошего вы можете пожелать? Здоровья. На родном языке? На своем родном языке. Ах, не рух, а лавадан. Сейчас прервемся на краткий обзор новостей в рубрике «Дайджест», затем продолжим. Не переключайтесь. Экс-начальника МЧС Табасаранского района, находящегося в розыске, задержали в Ленинградской области. По данным следствия, 35-летний Акиф Алипашаев с марта 2019 года по ноябрь 2022 года под видом трудоустройства требовал у знакомых определенную сумму. Обещание мужчина не выполнил, собрал с наимных граждан более 3 миллионов рублей и скрылся. За его поимку в республике была объявлена награда в 300 тысяч рублей. 20-летнего парня из Махачкалы будут судить за проведение азартных игр. Как сообщает следком республики, в январе этого года обвиняемый незаконно установил игровое оборудование в арендуемом помещении по улице Билинского. Заведомо зная, что по закону Российской Федерации столица Дагестана не входит в число игровых зон. Возбуждено уголовное дело, парню грозит до трех лет лишения свободы. Российских туристов разворачивают на границе из-за бракованных загранпаспортов. Ошибки встречаются в пятилетних паспортах старого образца без биометрии, выданных в 2023-2024 годах. Из-за технического сбоя в некоторых документах были зафиксированы недочеты, в том числе наличие орфографических ошибок и неровные линии строк. В МФЦ советуют менять паспорт, если в документе присутствуют даже небольшие и малозаметные погрешности. Власти Дагестана предложили Объединенным Арабским Эмиратам реализовать на побережье Каспийского моря крупный инвестиционный проект. На встрече с делегацией из Арабских Эмиратов руководитель республики отметил, что локация позволяет реализовать многопрофильный туристический объект с гостиницами разных категорий. Как отмечают пресс-службы администрации главы, проект гостей заинтересовал. Благородный человек не навредит себе и окружающим. О духовно-нравственном просвещении, образовании и благотворительности говорили на очередной встрече Муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди с делегацией из Гумбетовского района. Как проходит на местах работа и на что акцентировать внимание, религиозным деятелям узнавал Хамзанур Магомедов. Очередное собрание для обсуждения вопросов по улучшению нравственного состояния общества прошло в конференц-зале Муфтия Тадагестана. Духовный лидер республики шейха Ахмада Афанди встретился с делегацией из Гумбетовского района. Муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди затронул ряд важных для района вопросов. В первую очередь это больше уделять внимание этическому воспитанию, особенно в среде молодежи, питаться экологически чистыми продуктами и заработанные дозволенным путем. Шейха Ахмада Афанди также подчеркнул, что целью обучения людей в медресе является сделать из них нравственными людьми, которые будут приносить пользу себе, своей семье и обществу. Однажды высокопоставленный московский чиновник спросил меня, зачем вы строите медресе в Дагестане, когда у вас и так достаточно имамов и преподавателей. Я ответил, наша цель не сделать каждого воспитанника медресе учителем или имамом. Наша цель в том, чтобы каждый из них был благонравным, мужественным, чтобы он в первую очередь был человечным. Ему не обязательно быть имамом, преподавателем, муфтием, самое главное в нем укрепиться честь и достоинство. Такой человек не станет вором, пьяницей, убийцей, наркоманом. И в дальнейшем, какую бы профессию он ни выбрал, он будет востребованным работником и порядочным человеком. На встрече присутствовали не только религиозные деятели, но и аксакалы и общественники. Они отметили, что совместная работа с духовенством дает положительные плоды, в особенности среди подрастающего поколения. Цель школы и мама тоже – это воспитание хороших граждан с твоей стороны. Вот вместе, совместно работаем и хорошие результаты дают. Раньше, как было, эти мальчики курили, между собой дрались. А теперь этого нет, ни один ученик в школе не курит, и нет ни одного ребенка на учете милиции. Ну, все хорошо. Муфти Дагестана в своем выступлении также уделил внимание работе против обычаев, которые противоречат шариату, в особенности в вопросах, связанных с женитьбой. Когда я спросил о положении дел в одном из крупных сел Дагестана, мне ответили, что 500 молодых людей не могут жениться. Почему? Потому что требования для брака высоки. Это и огромный колым, и постройка дома, и приобретение грузовой машины и так далее. По возможности, нужно поработать над тем, чтобы облегчить для молодых людей процесс бракосочетания. Совещание завершилось подарками от рук шейха наиболее активным работникам района и коллективной молитвой. Хамзу Нурмагомедов, Ислам Халикав, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. И о спорте. В Дагестан из Румынии вернулись триумфаторы чемпионата Европы по вольной борьбе. На прошедших в Бухаресте соревнованиях борцы сборной России завоевали две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали. В аэропорту Махачкалы вольников встречали их родные, друзья, а также болельщики из Цумадинского района и представители Минспорта. Большинство, наверное, тех, кто приехали, именно меня встречают. Да, поддержка хорошая. Ну, я еще на улицу не выходил, может, там еще больше людей. Атмосфера хорошая была, именно 79 килограмм и конкуренция была хорошая. Чемпион, там сколько чемпионов мира боролось, чемпионов Европы, призеры олимпийские. И конкуренция была хорошая. Сама организация тоже была хорошая. Вроде все прошло удачно. В адрес спортсменов звучали теплые слова и напутственные речи. В свою очередь, вольники пообещали держать заданную планку. Напомним, в Бухаресте наши борцы выступали в неполном составе. Из-за проблем с получением виз в Румынию не смогли прилететь Абдул-Рашид Садулаев, Завур Угуев и Курбан Шираев. Но, несмотря на это, нашим ребятам удалось поддержать марку сильнейшей школы борьбы. Еще семь медалей дагестанцы забоевали в составах других стран. В разных социальных сетях проводили общую статистику по медалям. И сборная Дагестана заняла общая команда первое место на чемпионате Европы. Это, конечно, радует, это показывает. Вся Европа, весь мир знает, что это дагестанская школа борьбы. Очень приятно бывает, когда люди в такую погоду оставляют свои дела. Люди понимают, у каждого есть дела, работа и все такое. И оставляют, приходят сюда, встречают всем в баракалах, дай вам крепкого здоровья, чтобы мы собирались только по-хорошему. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!